Я сама еще тогда поздоровше была. Я ходила на это поле и смотрела, и никакого строительства не было. Галина Терентьевой 82 года. В 2006-м вложила деньги в долевое строительство дома в 33-м военном городке в Приволжском районе Казани. Всю жизнь жила на зарплату врача. Сейчас получает пенсию. Чтобы накопить, первоначальный взнос откладывала десятилетиями. В итоге ни денег, ни квартиры. Одно время мы хотели даже забрать деньги вложенные. Но они говорили, что будут строить. Но вот уже много лет нам ничего не построили. Как рассказывают дольщики, на территории военного городка должны были построить пять многоквартирных домов. Первые два возвела компания «Инфотраст». Затем застройщик передал права организации ВЕХа. Тут выяснилось, земельный участок принадлежит Минобороны. И права устанавливающих документов на строительство у ВЕХи нет, рассказывает юрист дольщиков. Тогда работы на объекте прекратили на стадии фундамента. Министерство обороны предоставляло земельный участок, в связи с чем должно было получить 10% квартир от каждого дома. После сдачи первого дома Министерство обороны квартиры не получило. Эти квартиры были проданы. И Министерство обороны вместо того, чтобы забирать уже квартиры непосредственно с последующих домов, просто признало незаконным соглашение о выделении земельного участка. ВЕХа объявила себя банкротом. Дольщики тогда решили вернуть свои вложенные деньги. Они стали обращаться в суды для аннулирования договоров долевого строительства. Тем самым потеряли статус дольщиков. Как выяснилось позже, лишились и возможности обратиться в фонд поддержки обманутых дольщиков. Фирма очень хитро поступила. Здесь она переехала в Москву и сейчас находится якобы в Москве. На самом деле там ничего нету. Директор фирмы Макаренко. С нами на связь он не выходит и слышать нас не желает. Мы попытались связаться с руководителем фирмы ВЕХа. Однако Виктор Макаренко сослался на отсутствие времени для общения с нами. Обращались ли жители к вам за финансовым возвращением денег? У вас есть какая-то старая информация. Давайте я через часик вам беру. Но Виктор Макаренко так и не перезвонил. Уже 16 лет как жизнь 32-х татарстанцев превратилась в сплошные судебные процессы. Обращались в различные инстанции, но результата нет. К нам по этому объекту постоянно поступают обращения от пострадавших граждан. Однако в настоящее время возможности ограничены в связи с тем, что объект не включен в единый реестр проблемных объектов. Если указанный объект будет включен в единый реестр, тогда у государства будет полномочия для оказания поддержки указанной категории дольщиков. Это может быть дострой, это может быть представление других квартир, выплата компенсации. У нас сейчас получается с вами идет очередной судебный процесс. Нашелся один единственный дольщик Николай Ермохин, который не аннулировал договор в попытке получить денежную компенсацию от застройщика. Хотел на последнюю жизнь пожить, чтобы я никому не мешал, и мне тоже. Вот дожился. На основании того, что было признано право требования на жилое помещение, у Росреестра не было, скажем так, оснований, чтобы отказывать в проведении уже регистрации данного договора. Но по данному поводу, как вот я тоже с вами клиентом объяснил, сейчас у нас в данном случае еще идут суды. Благодаря Николаю Ермохину у остальных уже не дольщиков появилась надежда на положительный исход. Суд обязал управление Росреестра внести объект в реестр проблемных. Однако ведомство решение оспаривает, сославшись на то, что им не предоставили весь пакет документов. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.